я вас приветствую дорогие друзья хочу вам представить 126 mercedes здесь у нас как раз один из самых лучших наших специалистов работает но это так немножечко сарказ значит 126 mercedes нам приехал из казахстана приехал еще в прошлом году был в очереди потом у нас была задержка в очереди и сейчас мы начали им заниматься значит в чем грубо говоря обычно происходит вот прикол задержки очереди потому что каждый клиент хочет чтобы его машина согласно очереди была взята в работу и быстро сделано вот это как раз яркий пример машина записывалась на просто установку мотора на свап мотора 3u zfe он здесь уже приготовлен уже стоит красивый рестайловый с 6 ступкой и в скором времени он поселится под капотом но мы думали что да просто приедет машина там буквально 3-4 недели простой свап выхлоп электрика и уехала машина не тут то было она полностью разобрана почему она разобрана потому что машина была праворукая человеку захотелось сделать ее лево рукой то есть он переделал переварил необходимые места под крепление торпеды под крепление тормозного вакуумника рулевого управления так далее а далее далее все встало к сожалению может быть а может быть к счастью тут сложно сказать но тем не менее нам нужно собирать всю машину и электрику и салон и проклеивать шум и виброизоляцию что же сейчас происходит стекла бархатки дворники общем вся машина разобрана то есть у нее абсолютно весь салон голый и усугубляется все это тем что мы не разбирали эту машину то есть мы можно сказать первый раз столкнулись 126 mercedes понятное дело что до этого у нас был опыт и по 124 mercedes мы по всяким спринтерам и так далее поэтому разберемся соберем но потрачено на это будет очень много времени как раз если покажу почему шум не давай давай снимать на фоне шума пусть будет у нас мы перейдем такой режим что будет знать что в инва все вокруг работают и вот как раз я хочу представить вашему вниманию 3u zfe обратите кстати внимание какой он пыльный потому что двигатели приходят понятное дело бы ушны но именно этот силовой агрегат был куплен заранее еще летом прошлого года пока шла очередь он заранее губы то что он с рестайловой 6 ступкой они не такие распространенные у нас поэтому купили он ждал запылился весь в другом цехе сейчас мы притащили и как раз сравните с теми фотками которые если кто-то подписан на наш инстаграм а кто не подписан ссылка в описании сравните с теми фотками которые мы выкладываем то есть мотор чистится красится и кстати большинство комментариев а что мотор новый нет он не новый вот из такого кусочка г делается естественно новый мотор на выходе поэтому этот мотор также будет разбираться частично краситься восстанавливаться обслуживаться и только после этого он появится в подкапотном пространстве данного автомобиля и вот с чем мы столкнулись то есть представьте да вот у меня в руках пневмо линия то есть на этой машине стоит пневмо компрессор который позволяет активировать пневмо замки насколько я помню заслонки печки вот не писать надо сравнить со схемы все потому что 140 точно все на пневмо 126 все пока не разбирались со схем плюс вот это вот гора электрики естественно эта машина старенькая аналоговая тут просто вот представляете да какие жгуты предохранители и помимо всего прочего здесь еще есть кстати много колхоза эта проводка с японии у такого колхоза что-то типа аля не знаю наверное авиационного что тут было не знаю может быть какие-то радары может быть какая-то музыка сиди чендеры не знаю будем разбираться мы это не разбирали одну нам придется это собирать естественно это вот представьте о чем я говорил в начале этого ролика что насколько будет потрачено времени вместо положенных 3-4 недель скорее всего эта машина пробудет здесь месяца три в лучшем случае опять же простой место сдвиг очереди ну а как по-другому вот исходя из этого всего перечисленного можно сделать логический вывод да что почему вот происходит какие-то сдвиги очереди есть какое-то недовольство со стороны клиентов опять же не со стороны всех а со стороны только некоторых да потому что кто-то действительно спрашивает а ну все-таки большинство адекватно понимают что сроки в такой работе вторичны потому что ну всякие бывают форс-мажорные обстоятельства плюс еще вот кстати забыл показать вот сколько здесь коробок то есть всего по салону всяких деревяшек причем что-то в двойном экземпляре здесь присутствует все это придется распаковывать приборки магнитофон это уже вторая магнитола я одну же сегодня здесь выковыривал отнес это самое в офис убрал потому что но она не подходит по аутентичности вот будем ставить которые якобы оля родная дальше тут всякие зеркала вот это уже вторые зеркала одни на машине стоят это вторые то есть видимо отличается комплектация скорее всего была куплена ради электропривода тоже будем с этим разбираться опять же перекрашивать их надо и это еще не все это только часть коробок который мы принесли со склада но там их огромное количество которые мы приняли с транспортной компании то есть весь этот салон проводка куплена из владивостока туда естественно идет с японии с леворукого автомобиля в состоянии идеал то есть хорошее состояние всего это нужно сюда будет внедрить плюс еще есть что-то перерезанное какая-то перерезанная проводка например порезан трос люка еще трос люка стоит 7000 рублей и найти нереально нигде нету сто двадцать шестой мерседес то есть сами понимаете ну можно сказать вымершая машина ну тем не менее кстати очень культовая классическая в общем очень глазная машина поэтому справимся справимся соберем ну и вот можно лицезреть что в салоне в салоне абсолютная пустота сейчас почистили проклеили шумку вибру вот как раз видна рулевая колонка уже с левой стороны была с правой вот эти вот части переваривались кузов весь красился это было сделано еще заказчиком в казахстане нам вот это все нужно собирать здесь еще есть куча грехов таких как например вот это стекло лобовое она стоит с праворукой версии а под ним панель куда крепится дворники уже проварена с леворукой версии и изгиб нижний изгиб стекла не совпадает мы не можем дворники поставить его надо срезать когда срежем где его взять опять же то есть тут вопросов больше чем ответов вот люк стоит о чем я говорил собрать потолок не можем потому что троса нет трос нашли заказали но будет три недели ехать и грубо говоря сверху мы ничего сейчас сделать не сможем пока вот проклеиваем что можем продвигаемся вот такие вот моменты здесь происходят в общем проект интереснейший проект сложный но сколько по времени он займет одному богу известно кстати приоткрою небольшую тайну это первый наш 126 mercedes но не последний у нас есть еще один в очереди 126 mercedes который также заранее записывался он будет полностью собранный готовый в состоянии идеал потому что на человека хранился очень долгое время в частной коллекции мы будем туда ставить двигатель но уже не три у zfe а один юар fse с восьми ступкой будет тоже интересный проект лучше валющий быстрее валющий естественно чем вот этот проект вот поэтому вы еще увидите 126 mercedes на нашем канале ну а пока что мы держим путь к тому чтобы хоть как-то с этим разобраться хоть что-то сделать да всеми грубо говоря умами пытаемся все это дело перелопатить потому что еще и двери все собирать и стеклоподъемники замки а тут еще стоит задние гидроамортизаторы которые связаны у них одна отдельная система стоит отдельные магистрали по соответственно жидкости гидравлической они работают то чтобы регулировать клиренс в общем с этим тоже придется разобраться это запустить и блин мы не разбирали с этим тоже придется бороться вот собственно как то так можно сказать что анонс по этому автомобилю мы завершаем вы поняли что мы начинаем новый проект который будет долгий но по мере движения будем выкладывать серии будем выкладывать ролики чтобы вы видели как это происходит работа в общем с вами был как всегда василий до новых встреч а я пошел собирать всем всем пока